МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще одна стерильная зона. Специалисты ГСТК дезинфицируют городскую набережную. Трагическое падение. Двое благовещенцев в один день упали с высоты. Выжил только один. Сказки на ночь и онлайн-концерты. Артисты Амурской филармонии проверили, есть ли жизнь вне сцены. Об этом и не только узнаете в ближайшие минуты в эфире программа «Город». Здравствуйте. Благовещенск вошел в число городов, где хуже всего соблюдают самоизоляцию. В связи с этим режим власти могут ужесточить. Все из-за беспечности жителей, которые посчитали ослабление ранее принятых мир с завершением ситуации с коронавирусом. Это не так, настаивает губернатор. Достаточно посмотреть на сложную обстановку в стране. Цитата. На детской площадке, на набережной очень много детей. Тоже на баскетбольной площадке. Это, конечно, все прекрасно, если бы не было ситуации с коронавирусом. Надо подумать, каким образом изолировать эти общественные пространства, как это сделано в других регионах. В противном случае, повторяю, очень высокий риск, что мы эту ситуацию из-под контроля выпустим. Конец цитаты. Василий Орлов настоятельно рекомендовал руководителям предприятий и магазинов усилить меры дезинфекции. За небрежное отношение к предписаниям Роспотребнадзора их ждут штрафы. Парк Дружбы в микрорайоне закрыли для посетителей. Чтобы не допустить распространения инфекции, руководство ОКЦ решило продезинфицировать место отдыха. На набережной Амура операция по ликвидации бактерий и вирусов развернулась накануне. За работой специалистов ГСТК наблюдала Анжелика Павлова. На набережной Благовещенска запахло хлоркой. Пешеходные зоны, велодорожки, малые формы поливают специальным раствором. Точно такой же используют для дезинфекции медучреждений. Он мгновенно убивает вирусы. Абсолютно безопасен для человека, животных и растений. Все, как рекомендовал Роспотребнадзор. Безопасные пропорции соблюдены. На тонну воды 2,5 килограмма порошкообразного хлора. Убийца вируса к распылению готов. Специалисты ГСТК обрабатывают пешеходную зону набережной вручную. Обязательно в защитных костюмах способом капельного полива. Последний, в отличие от поливомоечных машин, позволяет тщательно обработать большую площадь. Мешают только люди, которые, несмотря на рекомендованный режим самоизоляции, заполонили набережную. У нас в городе заболевших, в общем-то, можно сказать, нету. Поэтому можно гулять и не бояться. Сегодня мало. Что будет завтра, сказать сложно. Но от прогулок по набережной лучше воздержаться. Во-первых, чтобы уберечь себя от возможной инфекции. Во-вторых, чтобы средства дезинфекции не попадали на одежду и кожу. Некоторые прохожие при виде тотальной обработки поспешили во своясь и пообещав напоследок здесь больше не появляться. Другие попросили обеззаразить и другие места в городе. Я думаю, что набережная-то лучше не ограничиваться. Очень много других мест, где большое скопление народа. Остановки общественного транспорта, по крайней мере. Но торговый центр, вот вход торгового центра, где много народу заходит, через одну ручку все дергают. Впрочем, пока таким способом в городе обрабатывают только авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорт и теперь вот набережную. По улице Краснофлотской, по набережной реке Амур, участок от улицы Артиллерийской до Театральной. Будут идти три машины по направлению друг к другу. То есть одна идет от Артиллерийской и обрабатывает тротуары. Вторая машина будет идти от Театральной и обрабатывать проезжую часть. Процесс будет непрерывным. Ежедневно специалисты ГСТК станут выливать на набережную 19 кубометров спецраствора. А пока они борются за безопасность горожан, последним советуют тоже не забывать о ней. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». В Благовещенске отменили автобусные маршруты к местам захоронений. Такое решение было принято 14 апреля на заседании оперативного штаба в мэрии. Организацией доставки горожан на кладбище в канун родительского дня власти занимались ежегодно. Но в этот раз просят амурчан отказаться от таких поездок. Остановить, конечно, всех не получится. Но отмена рейсов общественного транспорта возможно сократит поток людей. К тому же автобусами чаще всего пользуются именно пенсионеры, входящие в группу риска по коронавирусной инфекции. С 25 по 28 апреля ГИБДД выставит посты. Полиция будет регулировать проезд к кладбищам. Уборкой могил ветеранов займутся ГСТК и волонтеры. Что касается садоводческих маршрутов, их работа в Благовещенске пока под вопросом. Решение об их отмене или запуске в зависимости от эпид-обстановки в регионе власти примут в начале мая. В случае запуска благовещенских дачников повезут не только по привычным маршрутам, но и по пяти новым направлениям. Расписание автобусов сейчас разрабатывают в городской администрации. Планируется, что курсировать общественный транспорт будет до 25 октября. Стоимость проезда в черте города та же, что и на обычных маршрутах – 27 рублей. Далее цена зависит от удаленности остановки от областного центра. С крыши Благовещенской пятиэтажки упал рабочий, производивший ремонт кровли. Мужчина разбился насмерть. Случилось это во дворе дома по адресу улица Пионерская, 10. Очевидцы сразу же вызвали медиков, но их усилия были тщетными. Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью. Сейчас случившимся разбираются сотрудники Следственного комитета. Им предстоит выяснить все детали ЧП. Главным образом, использовал ли строитель страховку. Обязательный атрибут – высотных работ. Еще одно падение с высоты произошло на улице Василенко. Там из окна на шестом этаже выпал 19-летний Благовещенец и остался жив. Сейчас он находится в травматологическом отделении АОКБ. Его состояние тяжелое, компенсированное. Материалы по факту случившегося будут переданы в Следственный комитет. Неделя ранее похожий случай произошел на улице Островского. Там из окна 10-го этажа выпал 20-летний парень и тоже остался жив. 14 апреля пострадавшего выписали из нейрохирургического отделения АОКБ. В связи с участившимися падениями, правоохранители напоминают родителям маленьких детей о соблюдении мер безопасности. Чтобы избежать трагедии, стоит установить блокировку на окна и не оставлять их открытыми. Фасады Центральной детской школы искусств и четырех общеобразовательных школ в этом году заиграют новыми цветами. В областном центре продолжают украшать здания художественной архитектурной подсветкой. Это 22-я школа, 26-я, лицей 11-й и лицей номер 6, здание, которое расположено на Зейской 297, которое является памятником архитектуры. После того, как проектно-смертная документация будет разработана, она будет согласована в администрации города. То есть цветовая гамма, количество ярусов, какие светильники, все это уже будет известно. Средства на подсветку 19 миллионов рублей выделил социальный партнер Дальневосточной энергетики. В прошлом году за их счет украсили фасады УКЦ 1-й и Алексеевской гимназии. А благодаря помощи местных предпринимателей подсветили ЦЭФ. Международный день культуры отмечают во всем мире. Впервые праздник проходит без громких премьер и представлений. Амурская филармония, на днях отметившая свой 59-й день рождения, пустует уже три недели. Но даже на карантине работа творческого коллектива кипит. Наш корреспондент полюбопытствовала. Звенящая тишина, пустые вешалки. Такой же зал. На сцене декорации для спектакля, который так и не состоялся. В фойе осыпалась китайская роза. В последний раз уборщицу здесь видели недели две назад. В здании филармонии только дежурный. Сегодня это замдиректора Виктория Решетникова. Рассказывает, сначала на самоизоляцию отправились все работники старше 65-ти. Потом и остальные 105 сотрудников. Теперь все члены административно-управленческого аппарата по очереди дежурим. Потом видите, как бы тоже какой-то новый опыт. И это очень необычно находиться одному в здании. Но зато теперь я знаю, где находится сигнализация, пожарная кнопка, там тревожная кнопка. Как открыть-закрыть филармонию, как поставить на сигнализацию кабинет. Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель. Столист Сергей Терехов сегодня должен был репетировать номера для большого концерта к закрытию творческого сезона. Но вместо этого читает Грет или Гензеля братьев Гримм. Специально для своих зрителей филармония запустила онлайн-проект «Сказки на ночь». Произведения артисты выбирают сами. «Сказки, наверное, оттуда. Хотя я удивился, когда я перечитал несколько вариантов. Выбирал очень долго. Братья Гримм – это достаточно жесткие истории для детей. По сетям упоминается слово «гроб». «Станемся мы голодные, будем мы только гробы сколачивать сидеть». Ну кому это надо? Ты просто берешь и выбрасываешь. Это же сказка. К проекту подключились 20 человек. Не только артисты филармонии, но и ее друзья. Например, президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» записал аудиосказку «Серебряная монетка» Андерсона. Маленького принца Экзюпери актер Максим Колосов. Послушать можно на сайте учреждения. Там же пройти веселые тесты. Без дела не сидят и 300 воспитанников четырех коллективов учреждения. Смотрят видеоуроки, поют частушки о коронавирусе и самоизоляции. Из-за нее филармонии пришлось отменить 16 концертов в городе и порядка 150 по области. Но артисты все же надеются, что выйдут на сцену еще до закрытия творческого сезона. День рождения филармонии мы отметили виртуально. Мы в наших пабликах социальных сетей разместили призыв, что присылайте нам запросы. У нас, так сказать, концерт по запросам. Ваши любимые концертные номера. И сейчас этот концерт формируется по заявкам наших зрителей. И вот такой виртуальный концерт уже работает и уже осуществляется. А вот по-настоящему концерты, которые будут транслироваться из зала, пусть, наверное, пока на пустой зал, тоже в перспективе и в будущем. Кристина Слепцова, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». На этом у меня все. Но не спешите переключаться. После прогноза погоды вас ждет новый выпуск нашей постоянной рубрики «Лишний билетик». Герой дня – благовещенский поэт и музыкант Евгений Еремин. А я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго. Оставайтесь дома. Встретимся в эфире. Субтитры подогнал «Симон» В четверг, 16 апреля, в Благовещенске, утром все небо в облаках. Западный ветер почти незаметный. Воздух прогреется до плюс десяти. Днем столбики термометров поднимутся еще на 6 градусов. В остальном погодный фон не изменится. Вечером пасмурно, плюс десять. Ветер подует с юго-востока со скоростью 1 метр в секунду. Ночью он сменит направление на западное и немного усилится. Плюс три – звезды скроются за плотными тучами. Атмосферное давление в эти сутки преимущественно будет держаться в пределах нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Всегда находите повод для улыбки. Оставайтесь дома. Евгений Ерюмин – поэт, музыкант, кандидат филологических наук. Родился 12 июля 1963 года в Благовещенске. Окончил 11-ю школу и попытался поступить в педагогический институт на историко-филологический факультет. Не вышло, поэтому решил попытать себя в области кулинарии и пошел учиться в техникум советской торговли. Окончив его, долгое время работал в ресторанах Благовещенска, но попыток получить профессию педагога не оставлял. В итоге все же поступил в БГПИ на специальность учитель русского языка и литературы, где впоследствии работал преподавателем. Волос я носил длинные с детского сада, потому что у меня как-то вот было с парикмахерской всегда какие-то вот такие отношения на «вы». Вот. В школе всегда были проблемы у меня, потому что тогда же вот там было что-то один сантиметр над духом, вот так вот было, да. И вот, конечно, когда школа закончилась, вот оказалось, что все, теперь можно никогда не стричься. Мы снова вместе, мы снова рядом, пусть немного не те, но ведь мы это мы, мы каждое лето сверяем взгляды, что лежат в холодильниках с прошлой зимы. Один раз даже в техникуме советской торговли случилось такое, что как-то на 23 февраля, как-то вот в результате вот этих разговоров, там кто самый, хайраты, там прочее, ну вот тоже там. И меня вот на слабо друг поймал, вот слабо подстричься, а мы так даже не просто там волос длинный отпускали, тогда была мода химзавивки перманент, так вот, все как там Роберты Планты такие, Джимми Хендрикса, вот, ну то есть такие кучерявые такие ходили. Вот, и я подстригся на лысо, и пошел вот, ну то есть, да, такой был уговор в парикмахерскую, и женщина, она буквально в парикмахерскую, она вот смахнула слезу, говорит, такой волос, вот девчонкам бы, что в армию, сынок, забирают? И я, у меня все равно чуть слезы не погоди, что главное и не в армию вроде бы даже, вот, и, а на следующий день у нас был экзамен, я должен был представлять торт, то есть, и меня не выпустили, Ну, потому что, ну, тогда, там, в 82-м году, лысый человек, этот человек мог быть только или в армию уходящий, или на 15 суток попавший, ну, как бы, ну, и третий вариант, такой, скажем, такой, неактуальный, там, какой-то вшитом или больше. Нам говорили, что в мире реально, лишь то, что реально, на ощупь и взгляд, но так ли нормально, когда все нормально, и порой мы не верим в то, что нам говорят, мы сняли маски, а нас не узнали, мы их снова надели, стена так стена. Из прошлогоднего снега пробуются вербные сны, весна до самого неба, и полстакана до весны. Поступал, но тогда было очень сложно поступить, на исторический поступали только отличники и люди с кристально чистой биографией, а мы, так сказать, занимались рок-н-роллом в молодости. Вот, всякие были у нас такие, не совсем с точки зрения биографии такой, подходящей для студента историко-филологического факультета. Ну, а потом, вот, как-то волею судеб, когда я уже отработал много лет, в ресторанах, вот, как-то так получилось. В который раз я поступал уже на исторический, и в который раз не поступил, и вот декан филологического факультета, историко-филологического факультета Нина Петровна Шенкевец, она, вот, я ей очень за это благодарен, она собрала всех парней, которые не поступили на исторический факультет, и к себе забрала. Они никогда не прекращались, в принципе. Каждый раз, вот, какие-то новые мотивы появляются в этом, в этом движении. И вот сейчас, мне кажется, как раз очень и очень продуктивное такое творческое время, когда, ну, люди уже, вот, там, истинный вкус нового времени почувствовали, да, и музыканты, и зрители, и слушатели, когда уже присытились, можно сказать, вот этими каверами многочисленными, когда, собственно, музыканты стали такими рабами на галерах, вот, за что боролись, на то и напоролись, вот, и появилась некая такая форточка. Опять же вспомнили просто о квартирниках, как о таком месте, где музыка может быть откровенной, близкой, без какой-то позы, без каких-то вот таких блестяшек. Субтитры подогнал «Симон»